привет всем вы на канале просто детки и у нас продолжение истории в игре моя кофейня сразу попытая удачи колесе уточнение в колесе она похожа на колесо на это не колесо да бодиану мне не нужен у меня бодиана много у меня его официант дают ну в принципе пока хотел сказать пока хватит с призами но у нас есть еще одна попытка за рекламу но тоже низ не особо удачная пускай остальные призы живут я наконец-то поднял себе 30 уровень вот у меня не хватило опыта за задание был там 29 и 99 9 каких-то там сотых то есть не хватило там к 1050 опыта их подобрал и продолжаем наши истории а скоро вот уже должно быть обновление буквально через там уже какое-то время возможно даже видео выйдет уже будет объявление а но к нам кто-то приедет гости и любом случае это что нужно будет задание выполнять там все остальное поэтому обновление будет следующем обзоре а в этом мы о чем будем истории наши новые так эльза в последнее время выглядит очень грустно и поговорите с ней пожалуйста по моему эльза у нас часто выглядит грустно а сейчас отправлю это все в казну так это кстати тоже шафран у меня уже перебор задание на шафран на фестивале почти не было 100 в казну и но дорога продается по 10 кристалликов так вот она наша эльза я все собрал а можно и женщина тоже много зачем тогда его выполнял это задание не пойму мне не хватает гуаран и колгана и тапиоки вот гуарана пускай тягают официанты так ну что ж эльза а привет чем занимаетесь разглядывая свои татуировки каждая из них напоминает о захватывающем приключении а такая скромняшка да я даже не думал что у нее тату есть а у вас есть татуировки вот именно что нет вокруг столько интересных событий и все мимо меня а выпить адреналина с гуараной а и вперед за приключениями и хотелось бы но у вас так уютно а совсем не хочется вставать и бежать куда-то то есть вы хотите приключения но так чтобы не надо было вставать с дивана именно идеальное приключение как бы его получить а можете посмотреть сериал хорошая идея но по вашему телевизору только рекламу показывает это не всегда тогда почитайте книгу или может телевизор нам купить другой а я уже прочитала много книг она не всегда происходит что-то не так как я хочу а тогда напишите свою книгу тогда в ней точно будет все так как выход захотите а это интересно я же могу написать захватывающую историю прямо вот сейчас начну только есть одна проблема какая мне не на чем писать не люблю печатать на бездушном компьютере а чистой бумаги у меня нет напишите на салфетках нет спасибо пусть ватсон на салфетках пишет а моя книга должна быть красиво оформлена не подскажете где можно раздобыть шикарную тетрадь для рукописи а можно поспрашивать у наших посетителей а замечательно спасибо вам огромное так кстати забыл еще забрать кардамон ты про кофе у вас случайно нет шикарной тетради а нет извините все рецепты я и так наизусть знаю так а королева а у вас случайно нет шикарной тетради а есть в нее я записываю умные советы которые помогают мне в жизни а какие советы переходить дорогу на зеленый свет отправлять не меньше трех фотографий в интернет а шурупы , молотком держится крепче чем гость закрученная твердкой а последний совет вам петрович дал а как вы догадались где петрович может у него советы для нас будут а генри у вас случайно нет а шикарной тетради они это у меня есть только куча документов лукаса а с которыми я никак не разберусь он уже с ними разбирается наверно полгода или сколько там а карл а у вас нет случайно шикарной тетради а нет но я видел такую у одного знакомого не очень хочу лишь не раз с ним общаться но если вы не найдете ничего подходящего поговорите со мной я попробую достать эту тетрадь ладно фелиция а у вас случайно нет шикарной тетради а зачем вам тетрадь а сейчас моду опять вошли клачи а в них не никак тетрадь не засунуть а вот когда в моду вернуться сумки с акваяжа тогда можно будет подумать об этом так рон а у вас нет случайно шикарной тетради а была тетрадь я ее завел чтобы записывать победы нашей команды но она так долго была не нужна что я ее потерял ай да ладно прям таки прибедняется а дженнифер а у вас случайно нет шикарной тетради а точно тетрадь с финансовой отчетностью города я же забыла ее в машине лукас пришел а блин бен бен у вас случайно нет шикарной тетради а есть но я в нее записываю истории для игры билла и как успехи а никак не могу дописать историю на 30 уровне это на нашем что ли поскорее бы дописывал а эмили а у вас случайно нет шикарной тетради нет но у меня много разных рекламных буклетов вам не надо нет спасибо эх никому их не надо а кстати я поднял уровень я забыл что мне нужно еще новый аппарат поставить я и забыл честно так ладно а то эти меню горит некоторые эти щек от рецепты которые я еще не могу делать билл а у вас случайно нет шикарной тетради нет все мои записи я веду а все свои записи я веду на планшете бумага это прошлый век а вообще-то бумага и нужна для очень деликатного дела для какого а в специальную бумагу заворачивает маффины и капкейки да согласен планшет для этого точно не подойдет кто следующего ты петрович а петрович а у вас случайно нет шикарной тетради а есть с детства она со мной но я ее почти всю изрисовал уже на пенсии последние странички закрашу типа раскраска а кевин а у вас нет случайно шикарной тетради а шутите у меня полная сумка писем тетради и прочей бумаги а а еще там несколько кирпичей если судить по весу только это все не мое это точно лукас а лукас а у вас нет случайно шикарной тетради а мне не нужны тетради у меня вся информация хранится в чертогах разума а кстати вы не помните я сейчас сахар кофе добавил а маргарет а у вас нет случайно шикарной тетради а у меня нет тетради у меня хорошая память а всех друзей и не другого я помню а а а кого больше из-за моей любви играть в кости а также моей везучести не другов нам немного больше я думал намного ну скорее всего мы карл вернемся да а фернандо а вас нет случайно шикарной тетради а у меня есть только книга отзывов о вашей кофейне отзывы шикарные это хорошо а мэри а у вас нет шикарной тетради случайно у меня есть только тетрадь а куда я записываю распоряжение фелиции и она уже заканчивается 3 за неделю а клайд а у вас нет случайно шикарной тетради а есть тетрадь я в нее записывать телефоны моих поклонниц а зачем она вам а нам нужно просто чистая тетрадь тогда я вам не смогу помочь а ватсон а у вас нет тетради нет а зачем ведь можно написать на ваших салфетках а кстати можно мне еще пачку экономист прям так наверно кто-то еще не дошел до от дональд дональд у вас случайно нет шикарной тетради а знаете можно достать что угодно а были бы деньги а вот денег сейчас как раз нет и тетради нет кто еще а то пока там они подходят некоторые я наверное все таки куплю расширение кофейни всего лишь 10 до 20 миллиона пускай вот так а то мне над этой потом сам все по представляю а мне не хватает одного аппарата так вот сюда мог поставить стоп нет это не так будет стоять но общем неважно пускай пока стоит так а потом я это переделаю уже бедно вне видео так мне нужно поставить оборудование у меня появилась появился миксер ох ты дорогущая штука с вот здесь всем спала на миллион а для этого мне нужно тумбочку купить вот тумбочка покупаю пускай пока так стоит неважно а уже на нее ставлю миксер ой оборудование это 67 с половиной стоит обычный миксер а представьте сколько дорого будет стоить но в этот стильный на обычного раза в два дороже если не больше миллионов 15-20 будет стоить это просто жесть так и теперь что всего один рецепт появился а можно повысить я понял ого ни один рецепт ого ого сколько вы видели клубничный коктейль со сливками получается молочный коктейль скорее всего клубничное мороженое и сливки да точно тут сложно было не догадаться да а сколько он будет стоить 70 монеток а просто коктейль 60 хорошо клубничный коктейль с медом то есть скорее всего а стоп он же долго делается да блин ладно пускай делается а у меня же есть с медом а так это же получается мне нужно его покупать за кристалл я понял я ошибся немного этаж у нас вот здесь я думал это добавка какая-то это там где делается нас чай кофе там и так далее так а мед 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 вот хорошо 75 монет но дальше тоже скорее всего будет сложно угадывать придется где-то подсматривать это сделаю может в конце потом выпуска кто-то пришел нас уже вот алиса пришла алиса а у вас случайно нет шикарной тетради а в результате несчастных случаев все что могло сгореть у меня уже сгорело и тетради и книги и зарядник для телефона как грустно а оливия а у вас нет случайно шикарной тетради а есть конечно я постоянно веду записи на судебных заседаниях но чистой тетради нет кстати здесь не продается скорее всего нет вот здесь должна быть кофе но кофе-машина а это скорее всего коктейльная машина должна быть на три слота нужно ждать такую то есть это же не за золото за золото можно купить обычную с китайской такой подставкой а за кристаллы можно купить на 3 вот этих вот чашечки на на 3 бокальчик этих там или как коктейли в чем делают и плюс еще и стильная так то она долго делается ладно все мы со всеми поговорили никто не помог а карл похоже только вы можете достать для эльзы нужную тетрадь а так она уже у меня отличная тетрадь а в красивом кожаном переплете похоже и много лет но она в приличном состоянии а как вы ее достали а прежний владелицу знал что я интересуюсь этой тетрадью и просто прислал мне ее странно ведь мы никогда с ним особо не ладили хотите что-нибудь взамен а учитывая что мне она досталась даром я просто не вправе требовать от вас какие-то деньги так что просто передайте ее эльзе вообще здорово да а эльза шикарная тетрадь для вашей рукописи а спасибо огромное а когда начнете писать книгу а уже начала хочу написать про голова совсем не соображает а я поняла чего мне не хватает таланта еще на тетради и чего же вам сейчас не хватает я вспомнила что у талантливых авторов как правило есть любимый напиток например говорят что химингуэй любил мохито а бальзак выпивал по 50 чашек кофе в день а 50 чашек кофе жаль что бальзак жил так давно ему бы понравилось в нашей кофейне а мне надо тоже придумать себе любимый напиток а пусть это будет медовый коктейль с тапилкой кардамоном и розой может попроще что-нибудь выберите а у всемирно известного автора должен быть очень дорогой любимый напиток зато когда я стану знаменитой а смогу вас отблагодарить золотым подарком а вам приготовить коктейль с тапилкой кардамоном и розой верно да я начну творить а вот вам от меня три бриллиантика так ладно вот коктейль мед тапилка кардамон и роза да ухты новый коктейль а вот ваш коктейль благодарю ой какой ужас коктейль не понравился нет просто я нечаянно капнула на тетрадь ничего страшного и так о чем будете писать а я думала над моей книгой и поняла что мне будет проще взять за основу двух знакомых персонажей например билла и мэри и что дальше а начнем роман с того что билл и мэри познакомились в спортивном зале вы фантастику пишите мой билл вымышленный персонаж я хочу чтобы он поднимал что-нибудь тяжелый тяжелее компьютерной мышки и что будет дальше и так билл и мэри познакомились и влюбились с первого взгляда а дальше надо придумать куда они пошли вдвоем что-нибудь романтическое они пошли в цирк отправились на съемки фильма полетели на воздушном шаре может на воздушном шаре а супер осталось только дописать финал хочу чтобы он был трагичным почему обязательно трагичным коротенькая книжка да а счастливые концовки в произведениях мне смертельно надоели когда знаешь что все будет хорошо то не переживаешь за героев итак какой будет концовка билл погиб они поссорились и расстались навсегда а билл навсегда уехал из города может быть третий вариант ну вот и готово а сейчас подредактирую и прочитаю вам что получилось а сразу после моего любимого медового коктейля с тапиокой кардамоном и розой блин почему так долго готовится смотрите это просто мрак так кстати вот наш варана подъехала можно глянуть какие еще заказики есть заставка вот поменялась потому что скоро нам должны приехать так мускат мне не нужен по моему они из тоже женщин тоже не нужен ничего интересного особо нет так ну напоминаю нас в нашем городке а есть места а единственное что конечно а если вы хотите с нами играть то должны быть готовы а к набору кубков и так далее нам опять как-то не повезло жеребьевкой и общем последнее время что-то не очень везет либо сильные команды либо совсем слабые ну как-то так вот не все конечно выполняли норму по кубкам но дело там что и постепенно удаляя народ вот видите сейчас у нас четыре места осталось свободных будет наверно больше лучше играть там не знаю пятером шестером но чтобы люди были активны чем в общем просто так сидеть тратить свое время на то чтобы как бы вот остальные старались а некоторые ничего не делали так ну что наш коктейль как долго он делается ладно пока рецепты посмотрю ладно все таки этим займусь немного позже а пока хочется узнать что же там будет дальше по истории так нам нужен медок роза кардамон и тапиока пожалуйста ваш коктейль а спасибо вот моя история мэри и билл познакомились в спортзале билл сразу покорил мэри своей атлетической фигурой он улыбнулся ей а через секунду они уже целовались мы мэри пригласила билла полетать на воздушных шарах а пилл не умел управлять воздушным шаром но хотел впечатлить мэри он полетел один и поднялся выше всех но ветер унес его в неизвестном направлении навсегда какая-то грустная история получилось а еще короткая а согласна может поговорить из мэри узнаете веселые случаи из их жизни а я добавлю их в книгу хорошо так мэри эль спрашивает про интересные случаи из вашей с биллом жизни мы недавно с биллом спортзал ходили он штангу десять раз поднял а потом я ему рассказала что это не штанга а маленькая гантеля но он все равно очень гордился а куда еще пойти планируете ходим на фестиваль воздушных шаров сходить я хочу на них полетать но билл после своего неудачного полета категорически отказывается отрываться от земли интересное совпадение а в чем совпадение а впрочем не важно можете рассказать эти случаи эльзи то что она уже знала да а мэри и билл ходили спортзал прямо как вы написали в книге это может быть просто совпадение но теперь они собираются на фестиваль воздушных шаров ой если все будет как написано то их ждет трагедия срочно поговорите с биллом а билл вы должны отговорить мэри от похода на фестиваль шаров а я уже пытался отменить поход в спортзал но мэри доказала что она сильнее меня физически как арм рейстлинг на мой не мой конек пока я не смогу побороть ее она будет выбирать куда нам идти ясно мэри вам нельзя идти с биллом на фестиваль воздушных шаров а думаете воздушный шар не поднимет билла эльза написала про вас книгу после того как вы пойдете на фестиваль случится катастрофа я не очень верю в предсказания особенно после того как в печенье нашла записку вы скоро встретите женщину своей мечты а значит вы все равно пойдете несмотря на риск да я хочу полетать на воздушных шарах и рискую только сорвать голос крича от радости нам сбила надо бежать поговорите с нами когда вернемся но вот они ушли а я пока все-таки закончу может быть с рецептами так пока это все дело искал они уже вернулись причем вернулась только марга мэри дит кстати одна а мэри что случилось а да я потеряла билла мы пошли на фестиваль воздушных шаров он захотел полететь один наверное чтобы я не видела его страха и что случилось а видимо он запаниковал без управления шар набрал высоту последнее что я видела его огромное от ужаса глаза которые стали больше очков а уже прошло много времени но его так и не нашли а что будете делать а не знаю может подожду путешественник федор конюхов недавно на воздушном шаре облетел всю землю за 11 дней так что билл может вернуться через пару недель наверное а вы меня сейчас разыгрываете а если бы я вас разыгрывала то сказала бы бу-га-га но как видите я вместо этого сижу убитая горем а что сейчас делать а вы говорили что с нашими приключениями как-то связано эльза узнаете у нее что происходит а эльза с биллом и мэри произошла катастрофа да я уже знаю кошмар но ведь это не может быть из-за меня или может как вы думаете наверное это случайность или во всем виновата тетрадь давайте про тетрадь попробуем сказать а давайте я напишу в нее что-нибудь а мы посмотрим сбудется или нет только у меня руки трясутся от ужаса мне просто необходим мой любимый медовый коктейль с тапиокой кардамоном и розой коктейля опять нет ладно а вот коктейль готов и остальное приготовил уже все ингредиенты а эльза вот ваш коктейль а спасибо давайте запишем в тетради какое-то простое желание и посмотрим сбудется ли она или нет давайте у меня сейчас одно желание чтобы убила и мэри все стало хорошо но я боюсь это записать а может вы что-нибудь пожелаете миллион нашей кофейне а коробка с бесконечными специями бриллиантовый подарок скорее всего ведь она же после истории должна бриллиантовый подарок подарить да поэтому нужно его желать по сюжету и она потом скажет такая оптипа вот вы желали выпу вы получили да а я напишу на отдельной странице и тут в кафе прислали бриллиантовый подарок и потом расскажите мне что получилось и что дальше не знаю всеми посылками заведует почтальон кевин наверное надо с ним поговорить и потом расскажите мне что получилось а кевин никакой посылки не приходила для нашего кофейни а сейчас посмотрю журнал для вас действительно есть посылка странно что я сразу не заметил а то бы взял ее с собой а вы можете за ней сходить да но я только пришел до пью свой кофе отдохну немного и сразу на почту за вашей посылкой может адреналина с уораной вас подбодрит конечно я после него за день месячные нормы выполняю я уже не помню адреналина 2 кофе 2 эспрессо и уорана да так не туда вот ваш адреналина отлично я уже бегу на почту обгоняя свою тень подождите меня я скоро можно было подождать и без заказа то есть он там допил бы там полчаса потом и пошел так все-таки нужно как-то делать коктейли да что у нас там с рецептами а молочный коктейль свежесть так свежесть свежесть сейчас секунду думай мята лед пока он там делается так мята лед и сливки вот так он делается пока дождись этот миксер уже и кевин вернется осталось совсем немного и тогда есть а есть такое теперь можно кстати его не делать уже просто коктейль оставлять менять только ингредиенты так есть а дальше медовый коктейль бодрость медовый это естественно с медом вот вот так он делается так дальше молочный коктейль прохлада но прохлада точно лед нам нужен так а еще что молочный с молоком наверное да так а все-таки не так молочный коктейль там же молоко есть лед мороженое нас тоже прохладное и ягоды есть молочный коктейль прохлада дальше шоколадный коктейль ого чем же его делать шоколадный коктейль может шоколадное мороженое шоколад какой-то я был почти прав сироп шоколадный шоколадная присыпка это же обычный обычное мороженое думал что шоколадное мороженое надо будет вот так он тоже сделался осталось всего два рецепта самые сложные а молочный коктейль ягодный так кстати мороженое зря убрал мороженое здесь тоже нужно вот эти вот сок ягоды и гринадин да и последняя сладкоежка ах ты все сладкое сиропы наверно так убираем все лишнее мороженое на удивление тоже нужно так тёртый шоколад мед и что еще что еще вылетел из головы так надо посмотреть а точнее смотреть нечего вот кофе здесь есть хотя сладкоежка и кофе как-то не срастается немного все заказы мы все выполнили на что там кевин вернулся или мы его зря поили так серьезно где он есть вот же жук вот он вернулся как раз перестановку тут затеял и он уже приходит ну ладно а принесли нашу посылку да только она странная на ней нет никаких отметок об отправителя впервые такое вижу а давайте и откроем открывает посылку хм интересное украшение там должен быть бриллиантовый подарок а он тут и есть украшение бриллиантовый подарок а только его открыть нельзя зато красиво а поставьте его в кафе будем любоваться хорошо а кстати эльза как-то странно странно на меня смотрела когда я эту посылку нес а может поговорить и с ней хорошо а кстати вот подарок до украшение бриллиантовый подарок классно какое-то по размерам что-то я не вижу а куда его ставить на пол ну я еще не успел перестановку сделать пускай где-нибудь стоит в общем в проходе все опускай стоит так эльза посылку с подарком получили и что там было сокровище про которое я написала не совсем это было украшение похожее на сокровище а значит книга работает немного странно но работает а теперь я готова попытаться все исправить а каким образом а я сейчас же допишу финал истории про билла и мэри а потом они встретились и у них все опять стало замечательно а как узнать что это сработало а наверное просто спросить у них а я сама уже боюсь с ними разговаривать узнайте у мэри пожалуйста и расскажите мне потом что так просто она сама дописала ничего нам не этот не будет рассказывать спрашивать а мэри у вас все хорошо а конечно правда билла больше нет я убита горем и не знаю что делать а остальном все замечательно а ваш план не сработал ничего не поменялось ох я даже не знаю что делать я хотела сжечь эту книгу но сейчас подумала что результат может оказаться непредсказуемым и что делать а карл надо поговорить с карлом ведь это он дал нам эту тетрадь он должен знать что с ней делать карл думал что уже тут и след простыл но нет сидит а карл вы знаете а что вы знаете о тетради которые нам подарили а ничего особенного а почему вы спрашиваете эльза начала писать в ней историю и эта история произошла в реальности а так вот почему произошла трагедия с биллом и мэри я честное слово не знал про опасность иначе я бы никогда вам ее не отдал а как можно исправить ситуацию а я не очень разбираюсь в магии может сжечь тетрадь а и тогда все вернется назад эльза думает что это только что этого делать нельзя а возможно она права и может сгореть все о чем было написано нам нужен специалист по неизведанному а но кто может нам помочь а я спросил я бы спросил маргарет королевы дональда лукаса и петровича а лукас вы что-нибудь знаете про магические книги а люди называют магией все что не могут понять а если бы вы показали телефон древнему человеку он бы решил что вы колдун разговаривающий с духами у эльзы есть тетрадь которая исполняет все что в нее писать так вот почему мой регистратор зафиксировал всплески нейтрино а можете разобраться с этим артефактом а после всплеска мой регистратор сломался я должен его починить если вам больше никто помочь не сможет тогда обратитесь ко мне снова ясно а дональд вы что-нибудь знаете про магические книги а да я видел волшебные книги это книги финансового учета а что в них волшебного а скажем есть заброшенный пустырь и смотришь книгу а там это не пустырь а почти готовый торговый центр с фонтанами ну да ловкость рук а вы что-нибудь знаете про магические книги а про книги знаю про магию тоже знаю про магические книги ничего не знаю а что вы знаете про магию а много чего как думаете почему карл нам не столько раз женился но моя магия вам не поможет ясно так петрович а вы что-нибудь знаете про магические книги а да я по телевизору про них смотрел пишешь такой книги имя человека а он потом умирает жуткая история а и что с этим делать а не знаю я уснул на середине и еще кто-то один даут королева а вы что-нибудь знаете про магические книги да я прочитала множество книг по магии а и что вы можете про них рассказать а ни одна из них не работает но лукас ты попал а похоже только вы способны разобраться с магической книгой а хорошо я уже взял книгу у эльзы и провел начальное исследование но у меня ничего не получилось а почему не знаю я написал пару строк но ничего не произошло а похоже что тетрадь надо активировать владелец должен нанести на обложку какую-то жидкость я еще не понял какую эльза пролила на тетрадь медовый коктейль с табелкой кардамоном и розой да похоже что активатором мог быть мед а правда когда владелец тетради делает запись она переводится какие-то формулы а дальше а дальше тетрадь изменяет структуру пространства времени почему события не совсем соответствует тому что было записано а наш язык не является для тетради родным из-за трудностей перевода случаются ошибки а эльза написала что у билла и мэри все стало хорошо а почему этого не случилось а потому что это противоречит ее первым записям она написала что билл покинул город навсегда а значит они уже никак не смогут встретиться и как исправить ситуацию а не знаю мне надо сделать много исследований а а мне для активной работы мозга надо много сладкого помните и что закажете молочный коктейль прохлада он сладкий холодный а то что надо для моего мозга так молочный коктейль прохлада начал переставлять но забыл куда вот он да так прохлада 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 что еще там было нет уже забыл так мороженое лед ягоды а вот ваш коктейль как продвигается исследование замечательно а что замечательно коктейль просто замечательный а как дела с исследованием тетради а владелец тетради может вырвать страницы с неправильным текстом и написать другой а должно сработать теоретически вы уверены на сто процентов а нет только на 50 либо сработает либо нет а что сделать с вырванными страницами а что уходно можете их порвать сжечь или повесить на стену в рамочке когда листы оторваны это просто кусок старой бумаги теоретически то есть надо вырвать листы с неправильным текстом и написать новые да передайте эльзе что есть шанс все исправить теоретически хорошо эльза лука сказал что у нас есть шанс все исправить теоретически а что для этого надо сделать вырвите страницы с плохим концом и напишите новый а с вырванными страницами что сделать но в принципе мне кажется можно сохранить на всякий случай Тогда Мэри и Билл могут найти их и прочитать. Тогда порвите. А если Мэри и Билла разорвет? Тогда сожгите. А если все, о ком я писала, тоже сгорят? А, да делайте с этими листами что угодно. Хорошо, так и сделаю. Вырву листы. Потом их разорву, потом сажу и опепел сохраню. А не забудьте дописать счастливый конец. Да, точно. А вы приготовьте медовый коктейль с тапелкой, кардамоном и розой. Это только для того, чтобы капнуть на обложку. Понятно. То есть на тапелку я хорошо полинял сегодня. А вот ваш коктейль. Капаем капельку коктейля на обложку. И еще одну. И еще полстакана для надежности. Вы писать будете? Ох, волнует страшно. Итак, Билл и Мэри пошли на фестиваль воздушных шаров. Все прошло просто замечательно. И Билл перестал бояться высоты. А что теперь делать? Спросите их, пожалуйста. А потом обязательно расскажите мне. Мэри, расскажите, что у вас с Биллом сейчас происходит? Мы недавно с Биллом в спортзал ходили. Так, он штангу 10 раз поднял. Потом я ему рассказал, что это не штанга, а маленькая гантеля. Стоп, что такое? У меня ощущение, что я вам это уже рассказывала. А после спортзала что-нибудь произошло? А, да, мы ходили на фестиваль воздушных шаров. А Билл раньше боялся высоты, но тут сам вызвался управлять воздушным шаром. И мы поднялись выше всех, почти до звезд. Вот и хорошо. А почему вы интересуетесь? Что-то случилось? И да, и нет. Вы говорите загадками. У меня все-таки странное ощущение. Я поняла. Мне надо съесть вкусный тортик, и все пройдет. Да, а с кем говорить теперь? А, вон Билл идет. Так. Ну да, теперь с Биллом поговорить нужно. А, Билл, как с самочувствием? А, немного странно. Было ощущение, будто потерял Мэри. Но сейчас все прошло. Теперь Кельзи. А, Эльза. С Биллом и Мэри все в порядке. Эльза. Простите, я вытирала слезы счастья. Я только сейчас поняла. А что вы поняли? Когда история происходит с любимыми, то надо, чтобы она заканчивалась хоть и банально, но счастливо. А всякие ужасы не нужны. А будете продолжать карьеру писателя? А, не знаю. Но если я и буду писать, то только на салфетках. А что будете делать с тетрадью? А в этой тетради остался последний чистый лист. Я боюсь что-то писать, ведь исправить будет уже невозможно. И еще. Да? А, спасибо вам огромное за вашу помощь. Я не стала знаменитой писательницей, но золотой подарок вам дать просто обязана. Благодарю. Так, ну смотрите, у нас над Татьяной загорелся значок диалога. Это значит, что она нам хочет рассказать новую историю. Скорее всего, история будет с Фелицией, да, видите, над ней тоже. А, но эту историю мы уже рассмотрим в нашем следующем обзоре. Хотя, вполне, следующий обзор будет посвящен новому событию, а уже потом через один продолжение истории уже про Фелицию. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилась эта история. Такая она была немного загадочная, немного банальная. Но, тем не менее, мы ее прошли, рассмотрели. Оставайтесь с нами. Продолжайте следить за нашими новинками. Пока-пока, до новых встреч. Продолжение следует...